Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 16 октября вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group. Начинаем с валютной пары EURUSD. Ухудшение настроения в деловой среде Германии по еврозоне в целом оказывает давление на котировки пары. Как следствие, риск возобновления нисходящего движения продолжает увеличиваться. Незначительное укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, указывая на силу покупателей, но объемы торгов продолжают снижаться. Волатильность торгов все еще очень низкая, но и сегодня она может оставаться ниже среднего значения за полгода. Лишь возврат котировок пары выше 1.1610 позволит говорить о возобновлении восходящего движения. А сейчас придем к валютной паре GBPUSD. Неожиданное увеличение количества первичных обращений за пособием по безработице в Британии не оказало давления на котировки пары, но активность покупателей заметно снизилась. Укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, указывая на преимущество покупателей, но объемы торгов сократились. Торговая активность продолжает увеличиваться, но все еще остается в пределах средних показателей за месяц и полгода. Для укрепления котировок пары необходимо дальнейшее ослабление доллара США, спрос на которых все еще остается умерен. А сейчас придем к валютной паре USDCAD – канадский доллар. Снижение цен на нефть продолжает оказывать давление на котировки пары, но лишь возврат их выше 1,320 позволит говорить о готовности покупателей возобновить рост. В понедельник мы наблюдали повышенную торговую активность, при которой открытый интерес сокращался, а объемы торгов увеличивались, что не позволяет определить общее настроение рынка. Волатильность торгов заметно увеличилась, поэтому сегодня можем наблюдать снижение торговой активности. Прорыв поддержки отметки 1,2970 может сопровождаться достаточно активными распродажами. А сейчас придем к событиям сегодняшнего дня. Саудовская Аравия готова прекратить поставки нефти в США. Эта информация появилась еще в воскресенье, но и в понедельник ее обсуждали на самых высоких уровнях в Саудовской Аравии. Однако участники рынка достаточно сдержанно реагируют на эти заявления, показывая свою уверенность в неосуществимости данного сценария. Напомню, что нефть торгуется у минимумов прошлой недели. На этом у меня все. Благодарю за внимание и оставайтесь в фокусе с компанией Fibo Group. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фиба Групп Фиба Групп Ваша финансовая группа поддержки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова